Третий день. Не прекращаются боевые действия между Палестиной и Израилем. Утром в субботу исламское движение Хамас объявило о начале операции наводнения Аль-Акса против еврейского государства. Боевики выпустили тысячи ракет по городам и начали наземную операцию, вторглись в города у границы сектора газа. Израиль в ответ объявил войну. Хамас ударил по военным объектам палестинцев. Сейчас армия готовится к наступлению на сектор газа. Боевые действия между Израилем и Палестиной стали самыми масштабными за 50 лет. Почему ситуация обострилась именно сейчас и как развиваются события, расскажет Виталий Поляков. Он сейчас в студии. Виталий, тебе слово. Даша, привет. Действительно, уже более тысячи человек погибли в результате нового арабо-израильского конфликта с обеих сторон. Войну начали бойцы движения Хамас, которые контролируют палестинскую территорию сектора газа. Их объявленная цель – освобождение Иерусалима священного как для мусульман, так и для евреев города. Рано утром 7 октября палестинцы по суши, по морю и по воздуху вторглись в приграничные сектором газа района Израиля. Одновременно еврейские города были атакованы ракетами и беспилотниками. Нападение оказалось для Израиля внезапным. В первые часы палестинцы смогли взять под контроль военную базу, КПП. Отряды Хамас проникли вглубь территории и захватили сотни заложников. Одними из первых пострадали посетители музыкального фестиваля неподалеку от города Афаким. Исламисты расстреливали мирных людей и многих взяли в плен. Газета «Иерусалимпост» заявила о 260 жертвах этой резни. Известно, что движение Хамас крайне враждебно настроено к евреям и официально выступает за уничтожение Израиля. Пути вторжения палестинцев завалены трупами израильтян. В ответ на вторжение палестинцев Израиль объявил войну Хамас. За двое суток мобилизовано 300 тысяч резервистов. Армия атаковала объекты на территории сектора Газа. Начала выдавливать исламистов с юга страны. Туда перебрасывают тяжелую технику. Израиль готовится к наземной операции в секторе. Премьер-министр страны грозит обрушить на Газу всю мощь армии. Требует от мирных поселенцев сектора как можно скорее эвакуироваться. Мы отомстим за этот черный день, который они навлекли на государство Израиль и его граждан. Мы превратим в руины города, где действует Хамас. Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой. Бывшие красноярцы, эмигрировавшие в Израиль, рассказывают, что последние дни им приходится регулярно спасаться в убежищах от ракетных атак. Глеб Советский говорит, что паники в обществе нет, поскольку израильтяне во многом привыкли к ракетным атакам. Все-таки конфликт с палестинцами длится не первое десятилетие. Есть напряжение в обществе, потому что множество пострадавших, множество похищенных людей. А Израиль небольшая страна и, собственно, близкие связи, 10 миллионов населения. Все равно как-то через два рукопожатия, через три все люди знают друг друга. Каждый час, каждая минута этого конфликта – это возможные потери. И, конечно же, не в интересах Израиля затягивать этот конфликт, потому что, опять же, повторюсь, маленькая страна, небольшое население, и каждая смерть здесь переживается достаточно близко. И поэтому, конечно же, все надеются на скорое разрешение этого ужаса. Ну вот евреи хоть и шокированы внезапным нападением, но надеются на скорейшую победу. Израиль успешно противостоит арабам вот уже 70 с лишним лет. В 1948 году евреи объявили о создании своего государства на священной земле и с тех пор победили в трех крупных войнах. Все это время арабы не оставляют надежду вернуть под свой контроль Иерусалим и другие спорные территории. Ситуацию обостряет и тот факт, что Израиль обладает ядерным оружием, хоть и официально в этом не признается. Все пока в ожидании. Смотрите, если возьмем, у нас есть очень понятное понимание, что мощь нашей армии, вообще мощь государства Израиль, может стереть газу с лица земли за час, за два там, я не знаю, ну за полдня, просто чтобы его несут. То есть остался один песок, да. Но Израиль это не Хамас и не эти террористические группировки. Дипломатический расклад пока не в пользу. Движения Хамас и палестинцев в страны ЕС, США осудили агрессию Хамаса. В мусульманском мире нет единства. Саудовская Аравия, Египет, Турция призывают к прекращению насилия. Катар ответственность за эскалацию возлагает на Израиль. Открыто поддерживают Хамас, Иран и Сирия. Там говорят, что израильтяне должны ответить за притеснение мусульман. Свою позицию высказал и МИД России. Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего и прочного, столь долгожданного мира на Ближнем Востоке. Даша, несмотря ни на что, конфликт пока на юге Израиля не стихает. Следим за развитием событий.